Уже больше двух месяцев в Чебоксарском городском собрании сохраняется интрига. Кто станет следующим главой столицы Чувашии? На очередном заседании побывала Ольга Пырочкина. То, что все ждали на очередном заседании городских депутатов, не произошло. Главу города Чебоксара не выбрали. Зато без неожиданности, во всяком случае, для журналистов не обошлось. Но обо всем по порядку. Первым в повестке дня стал вопрос об изменениях в устав города. Раньше народные избранники должны были в течение двух месяцев выбрать нового городоначальника после сложения полномочий Старого. Теперь на это у них полгода, из которых, впрочем, осталось около четырех месяцев. Выборы глава – это вопрос, сами понимаете, серьезный. Во-первых, кандидатура главы должна быть кристально чист во всех отношениях. Никаких, скажем, компрометирующих на него аргументов ни у позиций, ни у кого не осталось. Эта кандидатура должна быть согласована и федеральными органами власти, и республиканскими. То есть этот процесс, скажем, так быстро не делается. Как вы думаете, сколько еще теперь город Чебоксара будет без главы? Вот по вашим прогнозам. Еще неделю. Нового главу города предстоит выбрать в ближайшее время, а депутатское кресло одного из бывших глав Леонида Черкесова отныне занято. По результатам до выборов 10 сентября новым депутатом по седьмому избирательному округу стал Вячеслав Григорьев. Однако сегодня в депутатском корпусе не только прибыло, но и чуть не убыло. Дело в том, что в адрес ЧГСД поступило обращение. Мол, депутат Алексей Шурчанов предоставил неполные сведения о доходах и имуществе. Было выявлено, что депутатам Шурчановым, Алексею Валичинскому, были представлены недостоверные сведения по счетам и вкладам. А именно, не были указаны 7 счетов. Также не отражен доход, полученный от Всероссийской общественной организации Русского географического общества в размере 334 789 рублей 12 копеек. За такое народному избраннику грозит досрочное прекращение полномочий. Однако депутаты решили, что вопрос нужно тщательно изучить. За лишение Шурчанова полномочий проголосовали только двое, еще двое воздержались. В этот раз депутатские ряды никто не покинул. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.